Всем большой привет! И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своим макияжем за 5 минут. Мне кажется, такие видео все еще актуальны, даже если мы на данный момент не можем пойти куда-то погулять или, скажем, выйти в ресторан, в бар и так далее. Тем не менее, такие легкие макияжи, которые придают нам свежесть, все еще интересны, ну, лично мне. А также это, может быть, будет интересно для тех, кто все еще ходит на работу и кому нужно по утрам быстренько собираться. Хоть мы и находимся на карантине, иной раз все же хочется почувствовать себя как человек, не хочется постоянно выглядеть слишком по-домашнему. Именно поэтому мне сегодня хочется поделиться с вами суперлегким и быстрым макияжем, который я себе делаю, если я, например, выхожу в магазин или даже если вдруг дома мне захотелось как-то накраситься. Сейчас я уберу вначале еще волосы, чтобы они мне не мешались, а затем приступим. И первым делом я хочу выровнять свой тон лица при помощи вот этого крема от La Roche-Posay, который называется Effaclar Duo Plus, и это оттеночный крем для лица. Этот крем, если вы знакомы вообще с La Roche-Posay и с этой линейкой, борется с высыпаниями, борется с недостатками на вашем лице. Если у вас какие-то прыщички, если вас обсыпает, даже если у вас акне, то вы также можете спокойно использовать этот крем. Он имеется как в своей классической форме, то есть простой крем, который вы можете либо наносить точечно, либо на все лицо в зависимости от ваших высыпаний. Но вот этот оттеночный крем я все еще использую и очень люблю его включать в свою рутину, поскольку он как скрывает какие-то легкие недостатки, так и подлечивает их. То есть ваша кожа при помощи этого крема преображается. Просто это очень-очень легкий крем, и он не скроет ваши слишком выраженные недостатки, но тем не менее он сблюрит тон вашего лица. Под видео я оставлю все ссылочки и все названия, все, что я сегодня использовала. Также оттенки. Этот крем у меня в оттенке Light. Ну вот смотрите, я закончила его наносить. На лице у меня все еще виднеются какие-то пятнышки, да, то есть вот здесь вот область моя, вот тут вот так же у меня проходит прыщичек, вот тут вот кое-что виднеется, но тем не менее общая картинка лица сгладилась, и все это не так бросается в глаза, плюс даже если очень близко посмотреть на ваше лицо, у вас не будет видно тональной основы, что мне очень нравится. Затем я приступаю сразу к консилеру. Я буду использовать свой любимый консилер, который я вам, кстати, показывала в видео с фаворитами на весну. Это достаточно легкий консилер от Maybelline, который называется Fit Me. Я его тоже очень люблю. Его я наношу на область под глазами, а также на свое подвижное веко. И такой момент, я вам всегда говорю, что если я буду использовать какие-то тени или вообще в целом что-то наносить на свое веко, я всегда-всегда-всегда-всегда, и это действительно так, использую базу под тени. Иначе у меня мои тени могут скататься. В таком же легком, скажем, макияже за 5 минут я не использую базу под тени. То есть я этот шаг исключаю из своей рутины и использую лишь консилер. В этом случае я экономлю свое время. Затем я фиксирую консилер пудрой. Мне всегда его нужно зафиксировать. Эта пудра у меня от Charlotte Tilbury в первом оттенке, в самом светлом. И также этот консилер я припудриваю на подвижном веке. Вот именно здесь я делаю все вместе. Плюс еще такой момент. Я припудриваю немного брови. Поскольку когда я буду их заполнять затем, это будет для меня выигрышно в том плане, что я их припудрила. Также фиксирую слегка Т-зону и вот здесь вот вокруг рта. Уголки губ. Поскольку здесь у меня тоже может скатываться тональная основа. Я как человек, который не так давно открыл для себя автозагары, который сейчас начал им пользоваться. Конечно, пользуюсь им не всегда, не на постоянной основе, но там через пару недель опять его наношу. И в принципе сегодня, кстати, у меня тоже еще имеется автозагар. Правда, шея у меня чуть коричневее, чем, скажем, тон. Потому что это средство в оттенке light и оно чуть-чуть светлее моего тона, скажем, автозагара. Но меня это нисколько не смущает, потому что на камере этот переход видно чуть резче, чем вживую в жизни. То есть, если бы вы вживую на меня посмотрели, то в принципе это бы так не бросалось вам в глаза. И поскольку я чуть загорелая, скажем так, то я в последнее время не так часто использую бронзер. Хотя бронзер я очень-очень обожаю и включаю его практически во все мои макияжи. Но в данном случае я использую лишь румяна от MAC в оттенке gingerly. И про эти румяна я вам также уже говорила очень много раз. Это настолько универсальный оттенок, который, во-первых, подходит практически в любой макияж, практически любым тонам кожи. Ну а румян, собственно, мне этих хватает. Я наношу их на щечки и вот такими вот движениями растягиваю их еще здесь на скулы. То есть, они у меня выполняют здесь и роль бронзера, но я не контурирую свое лицо. То есть, вот такие вот просто движения растягивающие наношу их на свои скулы немного. Вот так. И также на нос и на подбородок. Чуть-чуть, чтобы это все распределить как бы так равномерно по всему лицу. Ну а заключающий штрих у меня будет хайлайтер, поскольку хайлайтер я очень-очень люблю. Но в данном случае я буду использовать не типичный хайлайтер в его понимании, а светящуюся пудру. И эта пудра у меня от Hourglass. Эта пудра предназначена как для фиксации вашего макияжа, так и придания какого-то сияния на вашем лице в качестве хайлайтера. И вот именно она у меня играет эту роль сегодня. То есть, она не даст такого супер блеска, который видно из космоса, но тем не менее она придаст вам это легкое сияние. И ее я наношу вот прям по всему лицу, можно сказать. И на подбородок, и на щечки, и вот здесь на область, где мы обычно наносим хайлайтер. Переходим уже к бровям. И как раз-таки здесь я вам сказала, что я в том числе чуть-чуть наношу пудру и на свои брови. Я в таком макияже использую мой любимый маркер от MAC Shape & Shade. Он у меня в оттенке Taupe. И это вот такой вот маркер, которым вы просто подрисовываете волосинки. И если у меня брови будут, скажем, такие замусоленные в каком-нибудь креме, да, какие-нибудь маслянистые, то этот продукт не будет ложиться так хорошо и так четко, как бы мне этого хотелось. Именно поэтому я слегка припудриваю свои брови. И затем этот продукт ложится просто идеально. Теперь я использую только лишь гель для бровей. Это у меня гель от Benefit. Я вам также о нем уже рассказывала несколько раз еще в прошлом году. Мой один из фаворитов. Если я не использую мыло для бровей, то я использую этот гель, потому что мои волоски нужно фиксировать абсолютно всегда. Брови у меня непослушные. Ну, мы перешли уже к глазам. Поскольку я нанесла свой консилер, я его припудрила, я могу сейчас нанести какие-либо тени. Использую свои любимейшие тени, точнее оттеночек от Anastasia Beverly Hills в оттенке Warm Taupe. Этот оттенок можно купить по отдельности. Он также имеется в палетке Modern Renaissance от Anastasia Beverly Hills, но они продаются еще и как однушки, именно этот оттеночек. Отличный, идеальный, многофункциональный оттеночек, который подходит всем. Им я просто затеняю складку своего века. Так я чувствую себя более комфортно. Тогда я прорисовываю, скажем так, форму своего глаза, потому что у меня здесь небольшое расстояние, скажем, на подвижнем веке. Поэтому, когда я затемняю складку своего века, мой глаз приоткрывается. Этот же оттенок я наношу и на нижнее веко. А также у меня здесь вот такая вот палетка с разными тенями, которые я сама себе составила. Я наношу здесь светлый сатиновый оттеночек на внутренний уголок своего глаза. Знаете, вы можете пропустить этот шаг. Вы смотрите просто по вашему времени. Если у вас хватает на это времени, то вы спокойно можете этим также заняться. Очень-очень быстро я прорисовываю верхнюю слизистую своего века темно-коричневым карандашом. Так реснички будут выглядеть визуально гуще. Ну а теперь я уже крашу свои верхние ресницы. Только верхние. Опять же, в таком быстром ежедневном макияже я крашу только лишь верхние ресницы. Мне кажется так. Мои глаза, опять же, не утяжеляются, потому что ресницы у меня достаточно длинные. И также, если я крашу нижние реснички, то мне кажется, они вытягивают мой глаз как-то вниз. Мы почти подошли к концу, поскольку остались только губы. Макияж делается действительно очень-очень быстро. И если я вот не болтала бы, не объясняла здесь кое-какие шаги, то это бы получилось у меня действительно сделать ну очень быстро. И действительно вам потребуется всего лишь, ну скажем, 5. Максимум 10 минут для такого макияжа. Я думаю, с утреца можно всегда найти на себя столько времени. На губы я люблю наносить какой-нибудь бальзам. Это зачастую всегда кармекс бывает, потому что я очень люблю этот бальзам. Также это может быть какой-нибудь блеск для губ. Вот именно в таком макияже на каждый день я использую блески. Если, например, у вас есть время и желание, скажем, то вы можете добавить еще один шаг в ваш макияж, а именно контурный карандаш для губ. Я также очень люблю использовать такой трюк, скажем, для губ, потому что когда вы используете контурный карандаш для губ, то тем самым вы обводите ваши губы, вы придаете им, скажем, правильную форму. Их можно сделать таким образом визуальнее, чуть толще, пухлее. А затем я крашу губы блеском. То есть, смотрите, таким образом мы придали оттенок губам, подчеркнули, опять же, их контур, нанесли прозрачный блеск. То есть, это не помада, что-то не бросается в глаза. Мне очень нравится такой шаг. Если же вы не хотите использовать какие-либо вообще контурные карандаши до помады, можно спокойно взять простой бальзам для губ, какой-нибудь, может быть, блеск, который вы быстро можете нанести, и все, макияж уже готов. Лично я очень довольна таким макияжем. Делается он, как вы заметили, максимально быстро. Весь списочек продуктов будет, как всегда, указан под видео. Я обожаю эти средства, которые я сегодня использовала. Очень качественные, очень действенные и действительно каким-то магическим способом преображают вас и заставляют выглядеть вас более свежо, красиво и опрятно, скажем так. Что ж, я буду надеяться, что вам понравилось это видео. Обязательно оставайтесь здоровыми и на позитиве. Ну а мы увидимся с вами уже очень скоро в моих следующих видео. И всем большое спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok